шаватов шаватов прошла на прошлой неделе помните мы в такое же время с вами встречались это тоже было воскресеньем это было 10 30 утра сегодня у нас тоже 10 30 утра и мы начинаем вот шалом шалом всем всем привет как как дела как погода как вы я с вашего разрешения буду пить кофе хотя бы сделаем чтобы было у нас в 21 человек 19 сейчас через минутку буквально начнем повторю сделал себе конспект чтобы не не прыгать потому что не хочется долго время ваше занимать хочется быстро все сделать и идти вперед так сегодня у нас тема еврейский календарь очень интересно мы начали новый месяц месяц кислев у всех есть календарь есть христиан из календарю мусульман из календарь в значит так у евреев тоже есть календарь но это календарь особенный почему он особенный он отличается от других календарей тем что когда мы говорим о еврейском календаре то мы говорим о циклах луны и шалом 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 и циклах солнца сейчас объясню что это то что что это такое значит это так я я чтобы не не прыгать повторюсь приходите еще кто-то пишет так продолжаем окей все циклы луны получается так что у нас есть новый месяц новый месяц у нас начинается новая луна с первого по 15 день луны из 15 по дальше это уже луна уходит от нас таким образом мы исчисляем месяц в иудейском календаре теперь а вот с месяцем все ясно а вот что с годовым циклом вот годовой цикл кстати нам всем известно что цикл луны вокруг земли это 355 дней а цикл земли вокруг луны это 365 дней это всем нам известно из школы теперь что получается у нас получается 10 дней пропало куда-то 10 дней то есть разница 365 и 355 дней это вот разница в 10 дней что получается получается что у нас эти 10 дней гуляют но что сделали наши мудрецы авраам что сделали пророки макс этим модерна и в наше время это наса сделала они сопоставили лунный и солнечный цикл чтобы у нас эти 10 дней были где-то объясню где то есть у нас у нас получается так в каждые девятнадцать лет каждые девятнадцать лет будет 7 раз так называемый беременный год что такое беременный год в котором будет 13 месяцев то есть эти 10 дней накапливаются и у нас 13 месяцев появляется очень я думаю кому-то ясно кому-то не ясно интересно или не интересно поэтому в еврейском календаре настолько точны исчисления как в нас а вот только нас это делает на компьютерах а мы это делаем шалом шалом алекс шалом а мы это делаем вот за счет нашего календаря так теперь поэтому это очень важно мы знаем что вообще давайте не так давайте начнем с другого мы все знаем что у нас 31 декабря 1 января это новый год пойди знаем зачем кому-то эти эта информация этих днях этом 13 месяца беременном годе но здесь есть маленькая тайна маленький секрет когда мы знаем эту информацию это как бы врата через которые вселенная дает нам возможность подключиться к тому моменту моменту в котором истинно мы пришли в этот мир то есть для исправления спасибо яков спасибо шалом вот и для более успешной миссии исправления нам показали творец через наших мудрецов что есть моменты когда мы можем подключиться к этой энергии и исправить свою миссию появления текун называется да в нашем мире здесь мы можем поговорить вот о чем кстати слова хак праздник до слова хак имеет такой же корень как слово мехога или слово махог что это означает циркуль круг то есть циркуль круг что это такое циркуль круг это круговорот энергии то есть это важно для чего мы когда есть знаете есть дни там там пишут разные вот есть там вошел туда-сюда скорпион дева так далее это ну астрология да это все важно но важно это понимать следующей точки зрения что у нас есть периоды к которым мы можем подключиться и мы можем более беспрепятственно сделать свою работу свое истинное исправление ну вот давайте сделаем следующим образом пойдем на все вот праздники еврейские кстати вот еврейские праздники обратите внимание они все начинаются когда на первый лунный день допустим да это как хороша шана например начинается она она на на 1 лунный день допустим да или же полнолуние о суп от праздник у нас тоже начинается вот présор тоже полнолуние только шаву от начинается на 6 день на 6 день так как мы там это мы делаем так сейчас но раньше было так как мудрецы, да, не знали. Они сопоставляли это с 6 по 15 день это было. Да, это была такая вещь. Например, у нас есть Тубе Ав, 15 ава, 15 день лунный, месяц Льва. Вот, это тоже об этом нам говорит, что это означает полнолуние. Вот, это важно все понимать, что в эти моменты в месяце, в начало, в серединку, Творец заложил зерна потенциальные, потенциальное зерно, которое нам дает, повторюсь, кто присоединился, энергию для чего? Для исправления, для нашего исправления. Поэтому слово на еврите ходыш, слово ходыш, то есть новый, да? Что означает новый? Новый, это новый цикл. Это новый момент. Это новая, как такой, релоуд, перезагрузка. Новая подключение. То есть мы можем повторить, снова мы можем повторить. И это означает, что на простом языке мы можем обновиться. То есть не случайно ханука выпадает в месяц стрелец, переходящий к озерок. Кстати, вот сейчас будет у нас ханука. Ханука это праздник света, праздник теплоты, праздник доброты. То есть мы в хануку зажигаем свечи, мы делимся. Кстати, мы знаем, что ханука и пурим это праздники, которые не стары. Это не стары. Это в Торе о этих праздниках не сказано. Которые были. Но мы также знаем, что эти два праздника, они... Почему мы их вообще празднуем? Почему это большие праздники? Потому что это праздники, реализованные через людей. У которых было явно выраженное желание. Явно выраженное желание сделать эту духовную работу. Пробуждение. То есть, да, это пурим. Пурим это объединение, вот это, когда вот в Персии, да, Персы, между... Как это слово называется? Битвин. Да. Между Израилем и Персией. Вот эта стычка большая. Это праздник Пурим. Результат... Кстати, это... Почему это важно? Потому что это результат строительства второго храма. Вот. Это очень важно. Потом праздник, кстати, Ханука. Ханука это спасение второго храма. Это тоже важно понимать, что это такая большая... Вот. Действительно, духовная работа. Когда у нас от греков спасали, да, вот этот Ханука. Ну, все это знают. Что семья Хануим помогала. Это было большое дело. И, кстати, мы... Почему мы это все вспоминаем? Потому что это у нас есть цикл. Постоянная, 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 постоянная. Вот, допустим, так же, как они решили умереть. Потому что они поняли, что лучше умереть, нежели жить без света Творца. Так же и мы, когда мы делаем вот эту перезагрузку каждый месяц, мы постоянно... Ну, лучше, конечно, когда мы даем чуть-чуть, одну ступеньку поднимаемся, на одну ступеньку выше, выше, выше. То есть, делаем себя чуть-чуть лучше. Поэтому надо знать эти все инструменты, когда это все работаем. Кстати, что такое месяц Кислеев? Месяц Кислеев это у нас месяц, в котором есть возможность подключиться к чуду. Евридское слово чудо, то есть нес, чудо. Что такое чудо? Нес это такое же имеет... Такой же корень имеет, как слово ланус. Ланус. Что такое ланус? Это убежать. Понимаете? То есть, убежать. Или же слово линсоа. Это то же самое ехать. То есть, сейчас давайте это сопоставим все. Это... Все это значит то, что... Каждый раз, когда мы убегаем от своего эго, мы становимся лучше. Но не так, что убежать от эго. А именно, убегаем, делимся с людьми. Делаем это от чистого сердца. Мы делаем свое исправление. В этом месяце, кстати, это возможно все сделать. Потому что этот месяц у нас... Он нас подключает, повторюсь, к чуду. Вообще, почему эти календари... Почему у нас сейчас такая немного путаница есть? Те по солнцу идут, те идут по луне. Кто-то еще по какому-то идет. Все это произошло. Это все, кстати, можно проверить. Папа Григорий, григорианский календарь. Он обнаруживает, что у него есть один лишний месяц. То есть, один лишний месяц. И что он делает? Он делает следующее. Он берет эти 30 дней и раскидывает на каждый месяц. Где-то 30-31 день. Он добавляет дни. И только у нас получится, что в феврале раз в 4 года, он высокостный год, 29 дней будет. И почему это следствие вообще случилось? Это следствие случилось потому, что императоры римские хотели себя увековечить. Допустим, это Юлий Цезарь. Он пошел... Это, кстати, очень интересно. Он сделал все через солнце. Пошел по солнцу. То есть, он добавил один месяц. У нас получается сейчас сентябрь, да? Девятый. Но на самом деле это седьмой месяц. Потому что у нас два месяца новых появилось. Юлий Цезарь добавил. И этот... И Юлий. Это можно проверить. Все знают. А следующий император Аугустин, он Аугуст добавил. И потому у нас чуть путаница появилась. У нас появилась путаница. Мы... У нас... Одни идут так, одни идут так. Но считается так. Мы здесь в рамках... Да, говорим иудаизма. Что иудейский календарь, он самый точный. Я повторюсь, кто зашел позже, позже, что это делают нас в модернное время. Вычисляет только этот на компьютере все вычисляется. А раньше наши пророки, наш праотец Авраама Вину, он это все делал без компьютеров. Методом сопоставления лунного и цикла, и солнечного цикла, да, по отношению к Земле. То есть, повторюсь еще, 10 дней у нас гуляет. 10 дней, если сопоставить цикл Луны и... Земля вокруг Луны, вокруг Солнца идет за 355 дней. Луна вокруг Земли идет за 365 дней. У нас есть 10 дней разницы. Вот, так что, кто, повторюсь, позже зашел. То есть, у нас раз в 19 лет получится 7 раз, что будет беременный год, в котором будет 1 месяц, 13-й лишний. Ну, не лишний, а вот так, так получится. Поэтому мы... Поэтому так важно понимать, не только смотреть... Вот там у нас... Прекрасно, у нас есть недельная глава, у нас есть ТОРА, у нас есть много очень инструментов, которые нам дали мудрецы, дал Творец, в первую очередь. Вот. И также важно по чуть-чуть знать, но по чуть-чуть везде двигаться. То, что мы сегодня говорим, может быть, это такая тема, я не знаю, я не встречал здесь эту тему, еврейский календарь, и решила рассказать о этой тему. Специально сделал себе конспект для того, чтобы... Потому что я могу на эту тему час-два говорить, а чтобы это сократить, сконспектировал чуть-чуть, не знаю. Может, вам это интересно было, может, нет. Но то, что хочу сказать, следующую тему я бы сделал, может быть, праздники еврейские, вот, тоже очень-очень важно, потому что каждый праздник имеет... Так, знаете, как мы говорим, что есть четыре уровня понимания Торы, вот, также есть, в принципе, понимание любой информации тоже, несколько уровней. Ну, праздник имеет традицию, имеет, скажем так, догма, традиция, ценность, но на самом деле в нем есть скрыто то послание, которое нам не просто так дал Творец, чтобы мы в эти дни, допустим, так как Шаббат — это машина времени была придумана для того, чтобы мы всегда-всегда-всегда снимали с себя ограничения. Вот, ограничения работы, допустим, в будние дни, ограничения действий, которые нас там каждый день ограничивают, допустим, мобильный телефон, мы там сбежим куда-то, звоним, все. Так же самые праздники, вот, допустим, Роша-Шанапури, Мхану, Капесах — это все те вещи, через которые мы обратно же делаем, я буду это несколько раз повторять, и повторял, духовную свою работу, потому что мы пришли в этот мир, в мир этот Малхут, Ас-Я, вот это наше измерение, для того, чтобы, по крайней мере, сделать одну, одну работу, одно исправление. Это если у кто-то суперсчастливый человек, у кого оно одно, вот. Сделать исправление, сделать то, что мы в прошлых оборотах, в прошлых реинкарнациях не успели сделать или не сделали. Потому мы сюда появились, потому мы сегодня с вами об этом разговариваем, потому я готовился к этому уроку, ждал это, да, чтобы поделиться с вами, потому что надо знания, которые... Это мне мой учитель дал знания, кстати, это мне знания не просто приснились ночью, вот. И важно, когда мы делим, как я могу что-то кому-то, повторюсь, дать, если я это не получил. Важно это получить и доносить это дальше до людей, идти, скажем так, развиваться, строить сосуд свой. Свой сосуд строить, наполнять свой сосуд теми искрами света, которые под названием сегодня есть у нас. Знания, доброта, милосердие, хэсэд. Важно то, что мы с вами говорим на те темы, которые, в принципе, являются темами, окружающие нас каждую секунду, каждый день. Потому что день месяца, каждый день, каждый день новый день. Мы проснулись утром, в зеркало смотрим, снова я, снова Бениамин или Александр смотрят в зеркало, снова я, снова я, снова новый день. Важно каждый день делать один маленький шаг и исправление, идти вперед, чуть-чуть двигаться на одну позицию вперед. Кто зашел позже, сейчас, для тех, кто смотрит, пожалуйста, я должен это повторить еще раз, потому что кто зашел позже, мы сегодня говорили о еврейском календаре, о том, чем отличается он от других календарей, какие у него особенности, почему этот календарь является самым точным, без никаких оскорблений у кого-то. Да, почему этот календарь на сегодня, ему столько лет уже, и он действительно показал то, что мы влево-вправо не отходим, у нас все очень классно, и Авраам эти знания знал. Вот, и, собственно, то, что мы сегодня говорили, да, это праздник, это календарь. Я думаю, спасибо, хочу, конечно, сказать вам спасибо большое за то, что вы это посмотрели, и будем двигаться дальше на следующей неделе, то же самое, 10.30 утра, встретимся. А может, у вас есть какие-то пожелания, о чем бы вы хотели посмотреть, потому что то, что я сделал, те видео, которые я записываю, вот, на проекте прекрасного икра, это значение, это молитвы и их значение. То есть мы говорили про Шмонея Срея, мы про Анна Бекоа говорили, про Шма говорили, из Морле Туда и Штабах. Мы проговаривали молитвы и их значение, потому что каждая молитва, это просто не монолог, вот, это на самом деле диалог, это диалог, который надо не Творцу, а нам, то есть мы когда молимся, мы стоим перед Творцом, вот, и надо понимать, что я это делаю, действие для того, чтобы, не просто там, ну, я даю этот, как очень generally, так, общий, я даю Творцу, нет. Я что-то даю, я что-то за это получаю. Вот, этот инструмент, например, Мизморле Туда, молитва, да, это молитва, который, это псалом, да, который, с помощью которого мы благодарим Всевышнего за все невидимые и невидимые блага, те, которые с нами случаются, которые мы не знаем, ну, вот, допустим, это то, что я записываю для новой игры. Вот, можно послушать, да, можем сделать, да, подобно о праздниках, о праздниках, о, давайте можем сделать о Хануке, потому что у нас идет, вот, Ханука. Да, я думаю, это все есть в интернете. С этим, смотрите, с этим сложности нету сегодня, скачать, купить, слава богу, есть все. И причем оно, как говорил Щирлиц, 90% информации находится в открытом доступе. Вот, я думаю, вы это можете легко сделать в гугле, 100%. Вот, теперь про месяц, про календарь поговорили, о праздниках будем говорить. Давайте о Хануке, может, кто-то еще имеет какой-то вопрос, можете, давайте зададим, пока у нас есть эфир. У меня еще кофе есть. Да, будет интересно послушать, если есть вопрос. Пока еще есть люди, зрители. Прошлая тема, у нас в прошлое воскресенье была тема оппонент, Сатан. Кстати, Сатан участвует постоянно в работе с месяцем, потому что где-то он присутствует больше, где-то меньше, то есть у нас где-то уровень света становится толще, меньше. Это то, что мы говорили о чудесах. Вот, когда мы убегаем от эго, вот, тогда мы его прогоняем. Вот, это все, это все, это очень все взаимосвязано. Это нельзя просто так взять одним моментом и или рассказать, или понять, или как-то себе зафиксировать это. Вот, это все такая работа, которую я благодарю своему учителю, благодарю тех мудрецов, которые нам дали прекрасную литературу, книги, источники информации, где мы можем это все получить. Самое главное сегодня это все анализировать правильно, вот, и поделиться. Я рад, что вы меня сегодня услышали, что мы с вами проговорили. Я вот сделал конспект, потому что, думаю, сейчас я как-то начну рассказывать, на полтора часа люди убегут. Вот, а я сделал себе конспектик. Вот, и, в принципе, вот такая вещь. Так что, будем с вами тогда прощаться, если нет вопросов, тогда я хочу вам пожелать прекрасного дня, прекрасного старта недели, вот, потому что уже идут холода, теплее одевайтесь и берегите себя. Всем хорошего дня, хорошей недели. Спасибо.